шаббат шалом давайте мы помолимся баруха таду на его хейну милых а лама шерба хорбану миколе аминут анлану а тора то баруха таду найну тентура благословен ты господь бог нашей царь вселенной избравший нас из среды всего народа и даровавший нам тору благословен бог дающий тору аминь пожалуйста присаживайтесь драгоценные братья и сестры хорошо сегодняшняя недельная глава называется вообще в этой главе два раздела это голова хукат обучающие законы и второй раздел это бал балак то есть да о валаами я бы хотел бы больше говорить о 2 как бы части о валаами там может быть мы для сегодня для себя какие-то уроки извлечем эта книга бы мидар до числа 22 глава по 25 главу и так история валаама начинается с того что израиль разместился своим лагерем станом да у границы ханаана вот и их присутствие возбудила страх в а лаке в царе моавицком да и очевидно он смотрел на какую-то угрозу потому что видят как успешно помогает господь и как воюет израиль поэтому это вызвало какую-то угрозу хотя это ну как бы ничем как бы не оправдывала его его как бы страхи но чувствуя угрозу он решил немножко действовать по-другому да и чувствуя свою неспособность сразиться с израилем да или с ним встретиться он решил использовать духовное оружие против них и мы все знаем как бы да историю валаама да он посылает своих слуг он вспоминает что есть такой валаам прорицатель который как он как написано если он благословляет то народ будет благословен если он проклинает у народ будет проклят хотя как бы в истории как бы этого не написано но видно как бы что такое было такое происходило и вот он посылает своих послов говорит идите к этому прорицателю возьмите с собой дары таланты там знатных людей там пошли цари разные начальники и скажите что вот такая вот ситуация нужно чтобы господь что-то сделал и вот они все пошли к валааму вот а валаам их всех встречает они рассказывают какая ситуация вот и конечно же валаам ведь ну хорошо это я сейчас посоветуюсь с господом выпадут пока чуть-чуть пока отдохните то есть не переживайте поспите успокойтесь и господь даст ответ и вы знаете что он да пришел господу да и вот интересно числам я не буду зачитывать 22 глава 12 стих и пришел господь к валааму да и говорит сказал бог валааму не ходи с ними и не проклина и народа сего ибо он благословен очень четкое послание слова такое да то есть не проклина ибо он благословен ну конечно же валаам послушный господу говоря говорит но друзья извините идите с миром господь не 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 позволил этого сделать но хотя тут проблема конечно не во мне вот ну вот но бог не позволил вот как бы поэтому ступайте с миром они пришли рассказали царю валааку о том что как по что пост как поступил господь да что сказал валаам но царь думает что надо как-то усилить наверное награду почести более знатных людей призвать может быть как-то все таки как валаам же с богом общается может какие-то слова он подберет господу такие особенные слова ну как же моисей он же как-то с богом общался там пытался бога там авраама и сей перед может быть так как он же написано что он знает бога да может быть он какие-то слова подберет какие-то такие особенные поэтому идите говорите потому что ну надо чтобы что-то изменилось но они снова пошли это была вторая встреча приходят более знатные там цари и начальники обещают больше почести награды вот и что делает валаам он ведь ну хорошо как бы может быть он кстати может быть он молился в тихоря господи пошли мне еще раз этих людей может быть знать что-то что-то изменится так чуть-чуть и он хорошо вы тоже опять отдохните вот вы устали по подохните то есть поспите чуть-чуть я сейчас у господа спрошу может что-то что-то изменится и вот второй раз господь отвечает это число 22 глава 20 стих и пришел бог валааму ночью и сказал ему если люди сии пришли звать тебя встань пойди с ними но делай но только делай то что я буду говорить тебе и внутри какой хороший господь все-таки валаам договорился с богом но бог сначала не разрешал потом позволил да но мы до знаем дальше историю что валаам с радостью встал пошел и написано и воспламенился гнев господин и вот интересный момент куда почему бог так поступил вроде он как бы сказал ладно иди иди ступай но только говори что я буду тебе говорить о и интересно что почему бог так поступил сначала позволил да потом воспрепятствовал я думаю что бог иногда позволяет человеку делать то что он хочет делать но бывает такой знаете иногда бог позволяет человеку даже решить ну не ну можешь против греха ну конечно он против но он позволяет да как написано да юноша то гуляй веселись себе делай что ты хочешь все нормально все хорошо ну знай что на все это то что ты делал придешь ты на суд и все как бы это будет против тебя да или там другое местописание да праведник да делает правду а нечестивый пусть сделает из но иногда бог он позволяет человеку поступать так как он хочет и знаете мы как бывает валаам сегодня ну много верующих именно спрашивают бога об одном и том и том же снова и снова спрашивают да боже хотя зная ответ хотел вот валаам он знал ответ божий я думаю что он да он даже знал ответ божий до того как они пришли первый раз но он знал потому что он прекрасно знал о том что израиль он благословен и никто не в силах это ну изменить то что бог он сказал иногда бывает мы спрашиваем как лучше поступить спрашиваем божью волю хотя зная ответы в то же время ищу разрешение от бога разрешение над бога а то что мы хотим но как нам хочется вот и хотя во многом ну нам открыто как бы его слова мы знаем как правильно поступать но иногда но может господь что-то как-то и в таких иногда случаях бог позволяет делать какие-то вещи а потом а потом дать дальше мы пишем да мы считаем что воспламенил как бы гнев господен вот но иногда люди говорят я бы поступил бы конечно бы по другому но но бог же против но тут я бы конечно бы поступил бы может быть чуть по другому но господь же это я бы конечно бы может быть сделал вот это вот это вот ну а бог но это неправильное такое какое-то состояние какое-то двойное знаете не может течь из одного источника там сладкая как бы и горькая вода поэтому но мы должны сильно стоять четко в позиции то что о том что говорит господь и знаете иногда вот я бывают с людьми как бы да разговор люди на нас таким знаете наслаждением рассказывают как было в миру вот они там грешили бог их избавил ну и такая с таким как бы знаете вот мы так там гудели там так хорошо было там так это ну а сейчас я верующий знаете ах сейчас из таких значит такой какой-то вот такой унылкой знаете вот а сейчас я стал верующим человек а ну так было там конечно очень я так думаю так но тут иногда ты просто стыдись рассказывать что там было и для тебя но иногда неприятно ты не хочешь как бы вспоминать о том а некоторые как бы так нормально еще с таким с наслаждением рассказывать но это не совсем как бы нормально ну мы знаем идем дальше мы знаем историю как бы дальше да то что в итоге бог все-таки заставил да то что там господь потом сказал сказал что я мог бы тебя умертвить вот но по своей милости как бы ты остался остался жив и он пошел и мы знаем что бог заставил я должен стать бог заставил валаама произнести четыре благословения на израиль мы это читаем писание да то есть то есть то проклятие которое ну он хотел чтобы да все-таки проклясть народ это проклятие обратилась благословение но история горит дальше что валааму не давала покоя предложение такое очень интересное предложение вала к поэтому он придумал другой план дадал совет чтобы все-таки народ вести в соблазн народ израиля и конечно мы знаем в итоге чем это закончилось вообще жизнь жизнью как бы ну валаама и вот знаете вопросы что двигало им что двигало им им то есть валаама да так поступать и на эти вопросы есть ответ в новозаветные авторы они как бы дают ответ на на эти вопросы ну 2 петра 2 15 написано оставив прямой путь они заблудились идя по следам валаама сына вассорова который возлюбил мзду неправедную и иуда 1 глава 11 стих горе им потому что идут путем каиновым предаются обольщению мзды как валаам и в упорстве погибают как корей ну и здесь конечно говорится о учителях у наставниках которые но уверующих людей которые были верующие потом отступили вот и отступили потому что выявился такой порог как сну сребролюбие он выявился хотя деньги сами по себе не являются злом не за сказать что человек если он богат и значительно он грешный человек он там наворвал и так далее как бы деньги сами по себе они как бы такой занимать нейтральную как бы на позицию но они могут выявить хороший проявитель ну вот они как выявили да вот в определенных людях они выявили об этом говорит пётр об этом ведь иуда да то что выявили о том что есть такую порог который увел их конечно к к смерти и интересно что вот из из вот этого вот я буду завершать из урока как бы вот из этой вот главы можно вынести три таких важных урока интересный первый до урок всемогущий господь сделал незаменимое посвящение сделать евреев своим народом он так захотел и нет никакой силы во вселенной не человеческой силой да там непу поднебесной силы не никакой нету силы изменить это хотя они там грешили бог там их прощал наказывал выводил но бог он сделал неизменное посвящение сделать их своим народом второй урок одной из самых сильных и успешных орудий сатана является любовь к деньгам на любовь не нет не то что там быть богатым не а любовь да там по моему одно из посланий говорит о том что кто желает обогатиться вот тут впадет в сеть вот и это было истинной и в ранней церкви потому что если об этом говорила значит это присутствовало это было и ну мы как бы знаем да что на почве этого можно на служение заработать деньги ну не знаю я думаю что можно тем более когда у тебя есть соответствующие там дары там или это можно кстати имитировать тоже дары коричину и мы знаем как бы не буду говорить но мы знаем что на этом можно как бы заработать деньги поднять и так далее но это это конечно неправильно и интересно что сейчас да вы вы знаете что да тут был этот праздновали этот про прайдовский праздник там да и некоторые даже там вывесили там флаги и там даже некоторые это про провайдеры там мы слышали да там даже заменили свои аватарки там на значки там да ну я думаю что именно заплатили там немало денег хочу бы не повесить пусть повисит как бы так далее поэтому она приводит к таким очень последствия очень хорошим ну и третий урок я думаю что он один из самых важных это есть разница между духовными дарами и духовным плодом есть огромная разница дары представляет способности а плод представляет характер дар приходит даром от бога вот да там ну через рукоположение там через передачу или бог бог дает дары он приходит для служения людям вот но характер нужно он не приходит так сразу раз и пришел человек стал вершись пришел характер характер требует особого усердия чтобы его взрастить и вы знаете при принятии духовного дара или одаренный человек он не меняется то есть если человек он имеет много даров это не означает что у него характер будет сожжетну таким хорошим нет дары не меняют характер человека и даже опасно очень опасно в служении когда характер неизмененный а человек имеет много даров это может привести к не созиданию и к разрушению потому что людям можно не только служить а можно и навредить. То, что произошло в данной ситуации. И как ни представлял, как ни парадоксально это звучит, но чем больше духовных даров получает человек, тем больше внимания он должен уделять возделыванию духовного плода. И на самом деле, когда мы придем к Господу на небо, то мы придем не с дарами, и вот Господь, вот ты мне столько дал даров, а мы придем с чем? С плодами. Поэтому пусть Господь благословит вас трудиться над своим характером, над своими плодами. И если вы имеете дар от Господа, то будьте очень внимательны и осторожны перед Господом. Поэтому пусть Господь вас благословит. Амин.